Баскетбол Как вы попали в баскетбол еще в карьере игрока? Как стали тренером? И давайте пока на этом. Ну, как и все ребята, записался в школьную секцию, занимались баскетболом, успехов команда больших не добивалась, но тренерский путь уже начался в карьере спортсмена, уже в старших классах школы и уже самостоятельно проводил тренировки. Преподаватель так перепоручал свои обязательства и уже поступив в институт, я понял, что хочу заниматься этим и уже целенаправленно готовился. Потом по приезду в Москву я тоже целенаправленно ехал туда устроиться тренером и выстраивать свою, скажем так, карьеру. Как карьера тренера складывалась? Какие клубы были под вашим пустом? Естественно, без опыта работы устроился в частную школу, Сергея Панова была тогда частная школа, поработав в ней, он являлся параллельно директором шорт-ССК и была частная школа. Он пригласил, видя работу, с рекомендацией, был тоже тренер такой сборный, Саша Груевич, если знаете, по его рекомендации, пригласил уже работать в шорт-ССК, а там уже пошло по ступенькам вверх и все далее. Какие были результаты? Какой, ну, если можно так сказать, клуб более, вот для вас, именно с тренерской точки зрения, был для вас прогрессивным? Именно для вас? Ну, для меня, как все равно, это опыт работы один год, это мало. Я уже по окончании сезона устроился в шорт-ССК, и там, скажем так, в защиту многим тренерам работать немножко легче. Там имеешь качественных игроков, имеешь возможность пригласить игроков. А самое главное, что очень быстро влияет, это окружение вокруг тебя. Одновременно там работал Сорон Лукич, он был в этой же спортшколе, работал Саша уже, я сказал, Груевич, работал Евгений Пашутин с молодежным составом. То есть такие гранды баскетбола, которых можно было учиться. Не говоря уже, сегодня вот ехали с Алимджаном, беседовали. Очень много сыновей, бывших баскетболистов в этой команде. У меня сразу стал заниматься вот сын Дэвида Блата, который выигрывал Европу. В этом окружении очень быстро учишься, очень быстро приобретаешь и, скажем так, стартуешь немножко легче. Алимджан, рад тебя видеть в нашей студии, рад, что ты вновь вернулся в Барнаул. Расскажи, как прошел твой отпуск и вот тот день, когда ты вновь настроил связь с Барнаулом, когда тебе позвонили, написали, не знаю, как это было, о том, что тебя зовут обратно в клуб. Как это все произошло? Перед тем, как расставаться, уже было, наверное, некое понимание, что будет возможность вернуться сюда, вновь поиграть за местную команду. Буду отпуск, проводил его с семьей, с детьми, в Санкт-Петербурге. Все достаточно так спокойно. Вот. Тренировался, конечно же, занимался так по своему графику. Вот. Ну и где-то, наверное, в середине июля уже, наверное, было такое четкое понимание, что я сюда вернусь играть. Почему вы приняли такое решение, что все-таки вернешься? Ну, много факторов было. Из того, какие были предложения, я посчитал нужным, что это будет лучше для меня. И учитывая, что прошлый год, проведя здесь несколько месяцев, мне здесь все понравилось. Организация, руководство, естественно, местные болельщики. Поэтому сложно было, как сказать, не брать этот фактор, а счет. А как, вот, может быть, уже читаешь в соцсетях, там, между собой где-то общаетесь, как болельщики на это отреагировали? Вот. Потому что по мне, ну, вот, где я, да, с некоторыми общаюсь, все удивились, что ты сезон тогда покинул, да, удивились с положительной точки зрения, что ты вернулся. Некоторые, наоборот, как-то негативно к этому отнесли, что вот ушел, сейчас опять вернулся. Ну, не будет, наверное, одного мнения одинакового у всех, поэтому это нормальная история. По поводу того, что, почему уехал, наверное, в период уже времени, когда было понятно, что команда не будет бороться за плов, так, совместно приняли решение, что нужно, наверное, мне будет доиграть в команде в другом месте, где, ну, будет команда бороться за медали. Вот. А почему вернулся, почему удивляются, я не знаю, на самом деле. Это нормальная история для спортсмена, для игрока, то, что мы часто меняем команды и переходим, возвращаемся. То есть, негатива я не думаю, что много, может быть, он есть, конечно, у кого-то, но главное, что я сюда приехал со своими задачами, целями, новая команда, новые тоже, как сказать, цели у нее есть на этот сезон, и остается только работать и помогать этому клубу. Состав будет очень молодой, да, насколько мне сейчас известно, если, Александр Александрович, поправите меня. Так и есть. Да, вот ты в роли наставника, да, ну, в кавычках будем так скажешь, старший брат, так скажем, как думаешь, насколько ответственен это для тебя и справитесь ли вы? Ну, ты не один, там еще есть партнер. Да, у нас есть в команде, помимо меня, так сказать, не самый старичок, у нас тоже есть опытные ребята, Игорь Смыгин, вот приехал Агутин к нам, вот, Роман, поэтому все равно, конечно, с подачи Александра Александровича будем стараться молодым помогать, это что-то подсказывать в плане игровых вещей, вот. Ну, как сказать, наставничество, я думаю, все равно, конечно, ребята будут смотреть на нас, да, и отталкиваться, там, от нашей игры, и от нашего поведения, и на площадке, и за ее пределами. Поэтому ответственность некая есть, и будем, конечно, пытаться с ней справляться. Александр Александрович, расскажите, как для вас прошла адаптация в команде, что она сейчас по составам, какая атмосфера, да, химия в раздевалке, на площадке, и вот этот сплав опыта и молодых. То есть, что нам от него ожидать в следующем сезоне, в предстоящем. Ну, то, что, когда формировали, мы понимали, что комплектуем, понимали людей, хотели получить всех этих людей, и, в принципе, то, что мы планировали, у нас все вышло. Дальше показывает время, как молодые прогрессируют и работают, но то, что за короткий срок, за две недели, эти ребята выше ожидаемых возможностей выглядят, они 100% стараются, и 100% хотят что-то добиться. Это для такого короткого срока достаточно знать, скажем так, хорошую сторону. Как они будут добавлять и прогрессировать, время покажет. Что касается взрослых игроков, тоже выше ожидаемых возможностей, там, они терпят. Я знаю, что им тяжело, что не привыкли столько работать, как молодые. То есть, им немножко надо специфика работы другой, нежели молодым. И они готовы подстраиваться и готовы, то, что показали эти дни, работать с этими ребятами. Поэтому, ну, рассказывать про взрослых игроков нет смысла. Это неоднократные чемпионы этой лиги и добивались больших успехов с командой, которые знают, как побеждать, умеют, знают разные стороны. И когда плохо в команде и хорошо, то, что спросили про нас, это очень важно, чтобы игроки, скажем, в раздевалке рассказывали, как бывает. Потому что жизнь и сезон, он длинный, будет много моментов и положительных, и отрицательных. И только они могут это все донести. Поэтому все пока отлично. Какую игру планируете делать для БК Барнаула и какую игру болельщики увидят в стримбах? Знаете, тут несколько... Как вы хотели бы, наверное. Да, но несколько задач у нас. Это главная задача. Мы играем для зрителя. Да, надо играть в зрелищный баскетбол. Мы играем все равно на результат, и нам надо показывать результат. Это немножко другое направление. Мы играем для того, что у нас команда молодая, и игроки должны прогрессировать. Третья. И вот попытаемся это все соединить, и выбрать... Вернее, она уже выбрана модель, и будем пытаться в этих трех направлениях работать. Если так коротко сказать, и в двух словах, то это будет быстрая игра, это будет свободная игра, это будет агрессивная игра. Она подходит под тем трем направлениям, по которым мы говорили. Зритель нас интересует, результат нас интересует, и прогресс игроков. Я думаю, обратная связь будет 100%. Если это все сделать, то будет, да. Если это все в жизнь воплотить. Очень много вы работаете с молодежью. Почему вам интересен именно старт карьеры многих баскетболистов с молодежью? Это вообще было сейчас так, когда поступило предложение от БК Барнаул, да, и так скептически отнесся к нему, не хочется и уезжать далеко от дома, и много там факторов. И были другие предложения. Но он подкупил именно это, поговоря с руководством, что я не хотел всю команду иметь взрослых игроков. Это немножко другая специфика. Больше надо не на площадке работать, а за ней общаться, объяснять, находить компромиссы у каждого, свой взгляд на баскетбол. То вот здесь та команда, которой хочется. То есть есть опытные игроки, которые могут давать результаты, помогать воспитать игроков. Есть те люди, которых я хочу развивать и которые будут прогрессировать. У меня такая закулисная, так сказать, с директором или с собой. И задача такая, чтобы в этот клуб хотели приходить игроки, чтобы молодые игроки сами просились. Уже было, как бы и в этом сезоне, многие пожертвовали финансами и топовыми клубами ради того, чтобы попасть сюда. Но прям задача такая, чтобы они расценивали, так как у нас нет возможности финансовых приглашать и собирать топовые команды. Расценивали эту команду как трамплин для своего развития и попадания в высшей лиги или получения высшей зарплаты и так далее. Вот это такая одна тоже из задач наших. Алимджан, очень много по клубам ты ездил и выездные игры были, да, и везде трибуны, болельщики абсолютно разные. А гостевые команды, которые к нам приезжают в Барнаул, про наших местных болельщиков говорят, что они одни из самых громких и, ну, то есть баскетбол в Барнауле по-настоящему любят. Скажи от лица игрока, насколько важна поддержка болельщиков и так ли это на самом деле, что в Барнауле довольно-таки сильный болельщик? Ну, безусловно, это важный фактор, когда ты играешь дома и болельщики тебя поддерживают, и это дает какой-то некий порыв дополнительной силы. Я раньше приезжал, когда с другими командами играть здесь, в Барнауле, то определенно заметил, конечно, этот антураж местной площадки, достаточно уютная она, уютный зал, и это количество болельщиков, которые приходят, эффект создает приличный, как будто вот за тобой со спиной кто-то стоит, тебя там гонит, орет. Вот, поэтому, ну, я считаю, что, наверное, один из лучших залов в тройку входит по болельщикам, по тому, как проходит игра, и по звуку, по накалу, то есть несколько, да, у нас в суперлигизалов, но Барнаул точно борется с ними. Ну, вот, трибута находится очень близко, да, с площадкой, и вы часто, ну, я уверен, наверное, как игроки, слышите, что болельщики говорят, как это влияет, или уже умеете абстрагироваться, и не слышите, потому что выхлаки бывают разные, иногда, в зависимости от ситуации. Не, конечно, да, где-то ты слышишь это, так сказать, внутри, но, как правило, особенно в игре ты не замечаешь этот момент, и, как бы, пытаешься быть сосредоточен на игре больше, так-то можно чего угодно услышать, поэтому лучше не отвлекаться. Александр Александрович, как вы следили до перехода в БК Барнаул за этим клубом, что вы вообще о нем узнали, и чем еще раз привлеклась? Ну, вот сейчас Алимжан сказал, что это чувствуются болельщики, чувствуется энергия, но оно так и есть. Барнаул последние, там, два, и даже игры еще во втором дивизионе, я некоторые смотрел, в дома играет команда намного лучше, это как раз говорит о той энергии, которую болельщики передают игрокам, и они вынуждены там где-то потерпеть и получше позащищаться, агрессивнее пойти на подбор и так далее. Так следил, больше игр смотрел, когда играли, скажем так, воспитанники мои против Барнаула, я эти игры не пропускаю, наблюдаю, что происходит у ребят и так далее, поэтому все эти игры помню, ну что сказать, что-то нравилось, что-то нет, это так тяжело сейчас на вскидку. Ну, вот многие сейчас телезрители подумают, вы сказали, что на своей площадке Барнаула играет очень сильно, а как вот такую же силу сделать на гостевых площадках? Ну, мы вряд ли соберем бы столько болельщиков на выезде, но хотелось бы, если бы это было, конечно, то и я уверен, что это связано только с болельщиками, потому что ребята это чувствуют, это чувствуют, конечно, эту зону ответственности, через которую, когда хочется остановиться, они не могут остановиться, они понимают, что вот за ними вот эти люди стоят. А там они эту слабость могут себе позволить. Звучит это как-то такое, как реклама, как разговор, но это на самом деле так, это очень сильно передается и помогает команде. Про стали задачи мы уже с вами говорили, да, что ждать от сезона. В турнирной таблице БК Барнаула по итогу сезона на каком месте вы хотите его видеть и, может быть, есть какой-то минимум? У меня, когда мы подписывали игроков, много разговоров было, многим не нравилось, что играть там, думают, не выйдем в плей-офф и так далее, но я не воспринимаю это как бы, это что означает, что мы, наша семья, игроки, я, мы слабы или что, когда обсуждают за плей-офф, мы будем играть за первое место в чемпионате. Как получится, время покажет. В каждой игре мы будем пытаться выиграть. Мы понимаем прекрасно, что нам где-то не хватает глубины состава, где-то не хватает мастерства некоторым игрокам, где-то опыта каким-то игрокам, разные истории, но сейчас это никакая не реклама, это будет сделать сложно, но можно выиграть чемпионат, то, что есть, с этими маленькими ресурсами. На этом наше время подошло к концу. Любите спорт и он ответит вам взаимностью.